Я вам еще раз сказал, я там был в Дебальцево, как гражданский человек. Вы слышали? Вы слышали? Нет, конечно. А, вы не слышали? Нет. Ну понятно, вам все ясно. Спасибо. Уважаемые журналисты, если у вас есть возможность, желание проверить, вы можете проверить. Но я хочу подтвердить, что то, что сейчас происходит, мы просто собрались в мирную акцию. Я бы это открыто сказал, публично. Также я подчеркну, что у нас в стране демократия. Если создалась инициатива по блокаде, то имеет право создаться инициатива по антиблокаде. Конструктивного диалога нет. Сразу с первых минут пресс-конференции начались угрозы, провокации. Грош. То есть дальше. Самая настоящая ложь. Я говорю, уважаемый человек, не очень уважаемый человек. Это право их, да, мнение той стороны. Поэтому я это все прошу учесть. Потому что я действительно не поддерживаю. Я считаю это политическим закатом. Я считаю, что блокировка этих же депутей, она только ухудит ситуацию в регионе и может привести к эскалации конфликтов. Особенно в связи с тем, что сейчас делается в Авдеевке и в Светлодарской душе и так далее. За чьи деньги сставляют наши солдаты? Тише. Не тише. За чьи деньги сставляют наши солдаты? Послушайте, я вам дал высказать. Я вам высказал, да. Хорошо, что вы начинаете. Защитайте мои права. Ваши права. Без вопросов. Давайте. Я готов. В чем они нарушены? Давайте я скажу. В чем вы нарушены права ваши? Я готова, выщите, я сядю вашу кровь. Давайте, давайте, не будем кричать. Пожалуйста, с самого начала. Пожалуйста, вызывайте меня. Я с первого дня в батальюне Айдар. Один из основателей батальюра, да, хотя это говорил Михаил и так далее, это подобное. Название Айдар пошло не без моей помощи. Я даже знаю, как, если вы хотите это сказать. Я пошел с леса и закончил Крещеватое. Потом еще был и под Мариуполем, кто меня там знает. Останем пятый батальюн Прикорпатский, когда он ушел. Я не знаю это. Знаете, в 2014 году мы начали воевать за Родину. Кто знает, кто действительно воевал, когда начинаешь воевать, это страх. Страх, он их сковывает. Но если ты начинаешь преодолевать страх и брать угрозы, ты начинаешь воевать. Ну, много людей похоронили, очень много. К сожалению, я вот сейчас вот еду, заезжаешь в какой-то город, у меня слезы на глазах, я смотрю на наших людей. Вот реально смотрю на наших людей. За три года уровень жизни она все меньше и меньше, и хуже, и хуже, и хуже. Мы все опер. Они меня спрашивают, мои друзья, мои предприниматели, которые нам помогали, фермера. Аркадий, а чего вы добились? А что сейчас? А к чему мы пришли? Мне стыдно, понимаете, уже ходить в форме. Я вам клянусь, мне уже стыдно. Это же в основном для патриотов, для воинов. А когда ты разберешься, оказывается-то в Айдаре было 500, которые в 2014 году. А оказывается, 300 уж нас нету. И так в каждом бате. Вот гражданские воюют. Ребят, а какая разница? А волонтер тот, который таскал на передок, он меньший герой? А ну объясните мне, пожалуйста, когда он привозил на жрать, нехер было под минами под этим. Если меня убьет, у меня социал какая-то есть, и жена получит какие-то копейки. А он что получит? Или тот механик, который делал машины ночами нам, он меньший герой? Или тот герой, который снял за 100 километров? А вы знаете, что сегодня для нас, для боевых, нету земли уже. Вы это знаете, нет? Забрала вторая линия. Вот земли уже, вы не получите. Забрал вторая линия. Штабисты забрали. МВД-сники забрали. Минуточку, я спросил. Я ее даже не хочу получать. Я ее не получил, я тебе клянусь и не получу. Нам от государства, мы первый набор, первый добровольцы, мы шли не за деньги, ребята. Мы так же шли. У нас было тут чувство патриотизма, мы готовы были умирать. Почему умирать? Потому что, чтобы наши, типа, дети жили. Я не знаю. Вот я вам честно говорю, я смотрю по этой всей ситуации. Нас как бычков, вот реально как бычков запрягли, запрягли. Надо их, все, гони туда. Надо на убой, убили. Надо использовать, используют. А давайте спросим на Верховной Раде, кто там сидит. Мы как надеялись на своих комбатов, на своих военных, которые там пришли? Растворились? Реально растворились? Наша большая ошибка, что мы не убрали так называемую украинскую элиту, где наши все эти боевые там растворились. Они что, не знают, кто занимается, чем? Они рядом вместе сидят. Они вдвоем сидят, втроем, они все прекрасно знают. Иллюстрация, мастрация, кастрация. Да иллюстрировались, да кастрирулись. Дальше что? Понимаете, вот честно говорю, мне просто... Ну вот я выехал, да, вот я еду, а блокаду. А что? А как? А это? Ну, ребята, корень зла, блядь. Вот там сидит, извините за вооружение, простите меня. Используют нас как бычков, просто как бычков. Я вам отвечаю, как не байкер. А с народом воевать? Ну хорошо, давайте будем воевать с народом. Я с народом воевать не буду. Я за народ стоял. Продолжение следует...